Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество известного английского писателя Джеймса Хэдли Чейза. Джеймс Хэдли — английский писатель, мастер редуктивного жанра, один из самых известных, популярных и талантливых современных писателей в жанре жесткого романа, общепризнанный мастер интересных романов-боевиков, пользующихся повышенным спросом у читателей всех стран. Редко где неизвестно имя этого талантливого и умелого автора, всегда очень остросужетных и интересных произведений. Джеймс Чейз — это псевдоним автора, на самом деле его настоящее имя Рене Реймонд. Рене Реймонд родился в столице Великобритании в канун католического Рождества 1906 года. Его отец, бывший военнослужащий королевских войск в Индии, к тому времени вышел в отставку и занимался наукой. Фрэнсис Реймонд до 1912 года возглавлял Бенгальский ветеринарный колледж, а затем основал исследовательскую лабораторию. Отец надеялся, что сын изберет себе надежную карьеру банковского служащего, но сам Джеймс решил иначе. Уже юного Джеймса Хэдли потянуло к литературе. Проявилась неудержимая любовь к интересным книгам. Он учился в королевской школе в Рочестере и уже тогда проявлял стремление к независимости, самостоятельности и в поступках, и в намерениях. К этому его подталкивало и чтение интересных приключенческих книг. В 18-летнем возрасте Джеймс Хэдли покидает свой родной дом, а вместе с этим и бросает учебу и без гроша в кармане бросается подоворот жизни. Он испробовал немало профессий, менял множество мест работы и вот однажды становится агентом-распространителем книг детской энциклопедии. Позднее он с иронией вспомнит об этих годах. Пришлось постучать не менее в чем сто тысяч дверей, и за каждой из них мог встретить любого из персонажей своих будущих романов и ожидать любой прием от любезного приглашения зайти и выпить чашечку кофе до резкого приказания убраться вон. И сколько пришлось мокнуть под дождем и сбить каблуков на мокрых мостовых, что сейчас никто не в силах заставить меня выйти из дому в сырую погоду. Через несколько лет молодой Джеймс Чейз уже работает в крупной книжной фирме, которая называлась «Симкин и Маршалл». Сперва он работал рядовым продавцом, а затем заведующим отделом поставки товара в специальные книжные магазины. Вскоре он решает сам что-нибудь написать и пишет ряд юмористических рассказов. Несколько позднее Джеймс Хедли Чейз делает свои первые попытки в написании психологического детектива. И вот 32-летний начинающий писатель Джеймс Чейз сочиняет свой первый жесткий роман, назвав его «Орхидея для мисс Блендиш не будет» в 1939 году. Роман «Орхидея для мисс Блендиш не будет» был хорошо принят издателем, критикой и читателями, стал даже бестселлером и по нему сняли фильм. С этих пор Джеймс Хедли Чейз становится профессиональным писателем. И жесткий по-американски крутой психологически детективный роман избирается им в качестве излюбленного жанра. Он много пишет, часто публикуется, и только служба в армии летчикам Королевских Воздушных Сил Великобритании на некоторое время прерывает его творчество, а затем оно возобновляется вновь, еще с большим успехом. Большинство самых интересных романов популярного писателя Джеймса Хедли Чейза раньше увидели свет во Франции, в знаменитой черной серии Марселя Дюамеле в крупном парижском издательстве «Галлимар». Большинство своих романов Чейз написал, используя словари американского сленга, подробные карты, энциклопедии, справочники о жизни американского преступного мира. Действия большинства его романов происходили в США, хотя сам Чейз там никогда и не жил, за исключением двух коротких поездок в Майами и в Новый Орлеан. Несмотря на это, описание улиц, городов, районов в романе дано с поразительной точностью у автора. Несколько романов «Лотос для мисс Куон» и «Гроб из Конконга», действия которых происходят в Юго-Восточной Азии, автор создал уже после поездки туда в 1960 году. Написанные романы Чейза в стиле крутых произведений «Черной школы» и известных классиков американцев Дэшила Хэммета и Рэймонда Чандлера. Им написано около ста романов. По нью-йоркским данным, 92 романа точно принадлежат перу Джеймса Чейза, а еще восемь, по всей вероятности, ему, и еще тридцать, около тридцати двух, написаны, видимо, под Чейза. Джеймс женился еще до писательского дебюта. Брак Сильвии и Рэй он заключил, когда ему было, 25 лет. Пара воспитала сына. В 1956 году писатель перевез семью во Францию, а 13 лет спустя переехал с женой в Швейцарию. Они жили неподалеку от озера Женевы. Книгу репортер Кейт писатель посвятил своей супруге. В тексте посвящения он назвал ее своей женой, секретарем, поваром, переводчиком, водителем и правой рукой. И отметил доброту и понимание, которые окружали его на протяжении совместной жизни с Сильвией. В 1967 году по просьбе кинопродюсера Сэма Шпигеля он помогает в написании сценария к антифашистскому фильму Ночь генералов. Несмотря на плодовитость автора, все романы Джеймса Чейза написаны профессионально, добротно, хорошим языком, лаконичны в достаточной мере, без длиннот и лишних описаний, всегда очень динамичны и, главное, читаются без отрыва до конца любой его книги. Многие романы автора экранизированы, особенно в США и во Франции. И фильмы эти, как и сами романы, очень популярны повсюду. Романы Джеймса Чейза популярны во всем мире, переведены на многие языки и читаются с увлечением до самой последней страницы книги. Чейза называют даже королем захватывающего жанра. Рене Реймонд, известный всему миру как Джеймс Хедли Чейз, скончался 6 февраля 1985 года на 79 году жизни. Похоронен в Корсо. Всем спасибо за внимание.